всем привет мои хорошие с вами светлана начинаем новый блок будет много интересного ударились по белорусской косметики и сейчас покажу то что забрала сегодня с вайлберис и тени вторые мы с вами в недавнем влоге показывала вам такие не такие серо-сиреневые что ли это немножко другой оттенок и они у меня сейчас на глазах классный оттенок но камера немножко врет и особенно врет по поводу помада помада очень стойкой девчонка девчонками в telegram обсуждали и прям порекомендовали девочки решай вот поэтому заказала попробовать оттенок очень понравился такой приятный освежающий идет еще другой оттенок я вам сейчас просвочу но губах нет вообще вообще вред вот камера вот врет наглым образом она повреднее немножко она такая были не удовольствие окно и вот сводчик смотрите значит первым у нас с вами вот этот оттенок это тени тоже такой освежающий классный оттеночек люкс визаж 107 понравился понравился гораздо больше чем предыдущие так и помадка камера достоверно передает тоже люкс визаж это ньют мат рилы красиво очень оттеночка такой освежающий и сейчас попробую поймать где вот прям достоверно вот 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 сейчас прям достоверно все передает очень хорошо классно и классно я могу сказать что держится действительно долго тени вообще держится я вам уже рассказывал в предыдущей логике как влиты и без изменений помадка держится тоже долго несколько часов потихоньку съедается то есть я уже перекусил я уже покушала до седается изнутри и выглядит это достаточно достойно то есть не кусками ничего она досушит она сушит сильно лучше перед нанесением применять бальзам но она мега стойко красиво но сушит губы по мне все-таки да действительно идеальная помада матовая то фаберлик жидкая матовая пусть она не настолько стойкая но она не подчеркивает все морщинки на губках это будет подчеркивать сто процентов будет поэтому праймер или бальзам я вот сегодня наносила на праймер она сушит она будет подчеркивать мощь морщинки но стойкость прям на самом деле крутая так это у нас оттенок его какой сказал а то он 18 вот такие смотрите даже на праймер видите очень сухая зато она вообще не отпечатывается я уже покушала да и вот она пока без изменений но я подправляла один раз ужин перед этим тоже покушала то есть практически весь день ее уже нашу и она не стирается она не отпечатывается с ничто не делая вот она она на губах как вылетая сидит но есть такие вот моменты да но мне кажется любая такая стойка помада она будет сушить подчеркивать морщинки на губах одна классная покупочка это доска сегодня забрала ее только с озона на велберсона кстати дороже ну там надо всегда мониторить вы знаете да что то тут написано сей сейл это наверное марка я искала побольше так у меня доска фаберлик вы знаете вот такого вот цвета до мятного я искала что-то побольше мне хотелось деревянную достаточно толстую по моему 17 сантиметр точно с небес не ошибаюсь и вот такая ручка для чего как бы ручка для того чтобы вешать на мой импровизированный рейлинг в целом мне очень нравится хорошая такая доска еще в деле не пробовала посмотрим как будет служить вот с другой стороны все как бы пришло хорошенькое такое все целенькое сейчас покажу как в интерьере смотрится хочется добавить на кухню прям деревянных деталей еще одна интересная очень актуальная покупка это капли силанг чтобы держать свои эмоции и нервную систему под надежным контролем ну а теперь покажу вам доску в интерьере ну и вот так вот смотрится в интерьере тесточка очень классно удобно ее вешать я на два крючочка я сюда вешаю здорово она достаточно большая что хочу сказать вот эти вот полки домой импровизированный рейлинг они и выдерживают хотя она достаточно тяжело как бы они вообще много чего держит здорово хочется добавить еще больше дерева в интерьер если у вас есть какие-то идеи девчонки напишите напишите что сделать деревянного что что поставить деревянного сегодня что-то интересное будет мы сегодня самого утра без штор когда при это делать натяжные потолки очень неожиданно нарисовался молодой человек который нам будет все это делать так что смотрите да показываю вам да если удастся покажу в процессе одно мы будем делать потолок в коридоре короче говоря тоже до показываю тоже да тут вот это вот вся богадельня и короче надо снимать вот так он сейчас выглядит шлошь еще снять вот эти полки они будут сказали мешаться то есть крышки двери до этих полок потом их либо надо будет обрезать либо новый будем заказывать вот у нас там елка торчит с этой стороны со стороны коридора мы их сняли прощай старый потолок потолку заносит материалы после красота очень ярко вот прям очень-очень ярко 104 лампочки потолок матовый и 4 лампочки вот так по периметру нам прикрутили гордину к потолку теперь она вот так она теперь что-то не по цвету не нравится слушайте белый может ее покрасить прям как-то она мне теперь не подходит почему-то с этим потолком она бросается в глаза но это ладно мелочи жизни все вот сейчас покажу с другой стороны надо гирлянду теперь повесить обратно вчера снимала шторки потому что стирала все шторки скатерть все перестирали и вот такая вот красота очень ярко стало очень классно а еще не заделали вот эту вот полку не знаю даже чем ее заделывать если честно двери эти туда уже не подойдут их если только обрезать в общем посмотрим может быть пластиковые где-то заказать я не знаю правда где они заказываются или экран как под ванну до такой раздвижной вот с дверками вот если знаете девчонки напишите где такие продаются может быть или они по размерам заказываются нужен же определенный размер да в целом такая вот красота и коридор и коридор тоже сделали я оттуда убрала в углу у меня вот здесь стояла такая высокая полка мы ее пока себе в комнату с крис поставили сегодня буду заказывать шкаф шкаф купе и надо потихоньку приступать к клейке стен панели стоят там ждут своего часа такие же вот была проблема в чем но во первых здесь угол я хотела угловой но здесь угол в общем и сами начинаем эпопею бюджетный ремонт коридора прихожей вот видите они практически вести такие вот этот выступ еще вот вот потолок сам вот тут тоже вот эти дверцы надо что-то с ними делать что-то надо с ними делать вот собственно говоря потолок сейчас хотели сходить в магазин нужно купить какую-то крышечку красивую беленькую вот для этих проводов и по шкафу искала в общем думал угловой угловой из-за этого угла будет смотреться у бога хотя они более вместительные до из-за этих выступ очки до очки крестешь нашла да и поэтому никак потом встал вопрос в счетчике сейчас тут вай-фай пока временно стоит счетчик тоже мешается я хотела шкаф купить вот так вот прям по стене счетчик мешается и поговорил с друзьями у кого также у кого такие же квартиры они их в общем-то вырезают сзади в стенке шкафа отверстие счетчик как бы давно и бог с ним в общем вот так поэтому заказала шкаф купе хотела совсем большой но тут опять загвоздка выключатель зараза чтобы его перенести но это опять же это геморрой надо это электрик это все дела и так далее поэтому шкаф у меня где-то вот досюда будет вот такой метр двадцать или метр двадцать чем-то метр двадцать метр двадцать вот в высоту он будет метра два двадцать девять два тридцать практически до потолка вот столько наверное останется и в ширину он вот так будет 45 то есть он будет где-то вот досюда вот так вот такой вот шкаф все туда у нас влезет обувь одежда все как бы расфасом и так далее вот сюда по этой стене которая получается как будто немного с углублением да я хотела заказать либо обувницу узкую поставить чтобы она проходу вот здесь не мешалось либо комод но тоже получается узкий вот так поставить в общем я еще подумаю сначала закажу шкаф мы его соберем визуализирую потом уже буду думать что вот по этой стене поставить шкаф кстати с одной зеркальной дверью потому что зеркало напротив входа не вешают я думала зеркало повесить назад на входную дверь как бы так делают сейчас но решила все-таки шкаф там одна дверь будет зеркальная одна дверь такая вот поэтому начинаем переделку коридора потолок уже сделан шкаф подбирала вот такого цвета хотела совсем белый но потом подумала что нет вроде должен подойти будет под двери наши да по цвету посмотрим вот такие пока дела так что вот так вот коридорчик до наверное в следующий раз вы уже когтиточку выкинули уже ее код всю обетовал надо новую покупать потом новую какую-нибудь красивую мы купим все обувь шкафу беру вот это выкину тоже вот этот стеллаж в общем-то одежда вся уберется и не будет здесь никакого хлама все будет красиво поэтому вот такие вот дела толки кстати нам сделали очень быстро он наверное начал где-то в 10 утра и закончил уже в 4 то есть два потолка все здорово все отлично крис правда пугалась когда сверлили ничего все нормально сейчас будем все докупать все аккуратненько мы по рекомендации молодого человека как бы искали да кому он уже делал так что если в туле кому-то контакты в области нужны кому потолки нужны обращайтесь дам контакт потому что молодой человек очень добросовестно за собой убрался как бы все здорово все замечательно вообще и бюджетно за два потолка мы отдали 11 700 вместе с лампочками со всеми делами за работу за все то есть вот вообще я считаю это нормально ну что мои хорошие на этом буду заканчивать наверное да будем докупать все что нужно заказывать шкаф буду держать вас в курсе начинаем эпопею с ремонтом коридора всех люблю целую всем пока пока